Продолжение следует... Есть и, собственно, таблички, которые подсказывают, что именно находится в этих горшочках. Но все-таки, Сергей Владимирович, мне хотелось бы, чтобы Вы объяснили, где была выращена эта рассада и что вообще здесь представлено. Конечно, это только маленькая часть рассады, которую мы выращиваем в агрофирме Седек в своих теплицах. Мы выгоняем большое количество растений, здесь показана только небольшая часть для того, чтобы огородники могли представить, какая сейчас на данный момент рассада должна быть. Вот в этих горшках стоят томаты. Вот у этих томатов видно, что рассада, коренастая рассада, хорошо развивается. Здесь два настоящих листочка. Это теперь, значит, такое развитие у этой рассады. Примерно похожи рассада сладкого перца и баклажанов. Вот, пожалуйста, здесь тоже везде и в баклажанах, и в сладком перце. Это два, три, вот сладком перце, даже уже пять настоящих листочков в этой рассаде. Эта рассада не вытянута, она коренастая, она хорошо развивается, значит, поэтому она должна дать ей очень хороший урожай. Вот довольно-таки большая, как бы, редкость для обычных огородников – это рассада артишоков. Артишоки тоже лучше выращивать через рассаду, потому что это все-таки южные растения. Период плодоношения достаточно большой. И вот можно видеть здесь, какие растения артишоков на данный момент должны быть. Тоже где-то два настоящих листочка, появляется третий настоящий лист. А вот рассада земляники, пожалуйста, здесь тоже показано. Это земляника? Да, это земляника, которая выращена из семян и которая, в общем-то, дает хороший урожай после выращивания из семян. Вот примерно такая рассада должна быть. Но это далеко, конечно, не все культуры, которые мы выращиваем рассадой. Рассадой у нас посажены сейчас и капуста, рассадой посажен даже лук. К сожалению, многие огородники выращивают лук только через севок, но вообще более правильно выращивать его семенами, рассадным путем. В этом случае луковицы получаются значительно больше и более высокого качества, нежели чем лук, который выращивается через севок. Вдобавок, на окне ящик с высаженными семенами лука много места не занимает. Это, в общем-то, и удобно, и практично. Также с самой рассадой выращиваются и сельдерей, и мы выращиваем огурцы рассадой, и арбузы, и тыквы, и многие другие культуры. Все-таки лучше через рассаду, чтобы несколько ускорить период развития. Вообще, в агрофильме Седек мы выращиваем большое количество растений ежегодно, около 300 томатов, около 100 сортов перцев, 50 сортов баклажанов. Даже такие редкости, как мамордика, люфа, мы обязательно выращиваем на своем огороде, как и артишоки, бамия и другие достаточно редкие культуры. Одной только морковью высаживаем порядка 30-50 номинований, около 20 номинований свеклы. Чтобы все это испытать, прежде чем продавать нашему потребителю какие-то семена, мы вначале проводим большие испытания на своих опытных участках. Вот здесь показана рассада, какая она в данный период, какое у нее развитие. Я хочу обратить внимание наших телезрителей, вот посмотрите, как должна выглядеть идеальная рассада именно на сегодняшний день, на начало апреля. И если как-то у вас она выглядит иначе, можете позвонить к нам сюда в прямой эфир и задать свой вопрос, потому что мы понимаем, что если рассада будет неудачной, то, наверное, и урожай будет, мягко говоря, далеким от идеала. Или здесь нет прямой связи? Сразу хочется спросить, потому что есть люди, которые впадают в панику, ах, у меня что-то уже не выросло или ах, у меня переросло. Вот значит ли это, что все на урожай 2013 года можно поставить крест? Конечно, с переросшей рассадой бывают какие-то проблемы. Допустим, вот смотрите, вот эти томаты посажены примерно в районе 10 марта. Но некоторые огородники начинают уже в конце января сажать, а окна у них недостаточно светлые, рассада перетягивается и становится от недостатка света и излишка воды, и от избытка каких-то подкормок, рассада сильно перетягивается, становится слабая. Ее потом очень сложно перевозить на дачный участок, сложно пересаживать. И мало того, что с малосветного окна рассада переносится в светлую теплицу, и возникают слабые очень рассады и ожоги, и приходится много времени тратить на то, чтобы рассада ожила, приобрела какую-то силу. Конечно, безусловно, огородник получит какой-то урожай, но, конечно, он будет гораздо ниже, нежели чем рассаду сажать вовремя. Когда вовремя посажена рассада, она не перетягивается, она обычно бывает закаленной, она не боится солнечных ожогов, ветра какого-то, она легко приживается и быстро развивается. Вот эта рассада, допустим, здесь посажен сорт ажур томата, вот он уже сейчас хорошо развит, и когда будет пересаживаться она в теплице, здесь будет, я уже заранее знаю, хорошая уже кисть, но не с завязанными томатами, кисть будет в цветках, то есть, значит, цветки не падут, цветки хорошо завяжут плоды и дадут хороший урожай. Мы примерно рассчитываем сроки, когда будет происходить высадка, и стараемся делать так, что рассада будет не перетянута. Хотя, конечно, мы заранее не знаем, какая будет весна, какое будет лето. Но обещают теперь бурную весну, уж нам ничего не остается, потому что осталось-то практически до весеннего весна. Ну, она так и будет, скорее всего, весна и будет весьма бурная, и фактически даже, как бы, минуя весну, мы сразу придем в лето, да, и зимой в лето. Продолжение следует...